Архимандрит Ефрем Лэш Архимандрит Ефрем Лэш Многие из прихожан являются уже представителями второго или третьего поколения. Это еще в большей степени касается Америки и Австралии. И мы просим людей приходить в воскресенье утром на службу, чтобы в течение трех-четырех часов слушать язык, который они больше не понимают. Поэтому, как мне кажется, становится все более необходимым снабжать людей переводом, либо в виде книг, по которым они могут следить за службой, либо даже служить на английском языке. Ведь именно это и произошло в славянских странах во времена Кирилла и Мефодия. Они сделали как раз то, что сейчас необходимо сделать нам. По-моему, в то время их меньше волновало само использование местного наличия, хотя и у них были свои трудности. Но дело в том, что у нас многие люди очень привязаны к тому, что называется оригиналом. А на деле это совсем не всегда оригинал. Люди приходят в храм часто как на своего рода представление. Они приходят и сидят там и знают, что там происходит, но все это находится под большим влиянием более позднего толкования и в христической литургии, как своего рода пьесы о жизни Христа. Порой я спрашиваю людей, а где распятие, поскольку у нас есть объяснение входа с Евангелем, как Иисуса, идущего на проповедь. Затем у нас есть вход с дарами, который представляет собой погребение Христа. А где распятие? Затем у нас идет воскресенье. Итак, по-моему, есть настоятельная необходимость спрашивать себя, что, собственно, мы делаем, приходя на литургию. И мой брат, тоже богослов, говорит, что Евхаристия — это изучение Библии, за которым следует трапеза, таково строение службы. И мы позволили этому строению исчезнуть. Думаю, это происходит не только в Диаспоре, но также и в России, и в Греции, и во всех православных странах. В настоящее время, хотя я и нахожусь в очень преклонном возрасте, но я все же окормляю небольшой приход в Лондоне, который по разным причинам в основном состоит из старушек. Это старушечки-киприотки, они замечательные. И я говорю им, вы слышите все это вот уже на протяжении 60-70 лет. Вы знаете это наизусть. Ну так присоединяйтесь. И им это нравится. Ведь случается, что певчим не нравится, если народ пытается как-то участвовать. Им не нравится, когда народ присоединяется к концертам. Если богослужение превращается в концерт, где духовенство — актеры, а хор состоит из певцов, то это не имеет никакого отношения к Евхаристии. Я думаю, это совершенно неправильное представление о том, что такое Евхаристия.